Всем привет, дорогие друзья! С вами Юмилия! Вот сидела я записывала специально для вас видеоролики и смотрю, Брайан выпустил новый видосик, который я сразу же захотела заценить. Видеоролик называется «Скуби-Ду в реальной жизни». Блин, как же я давно не смотрела этот мультфильм. Такая прям ностальгия наступает. Давайте уже быстрее переставим к просмотру, мне не терпится посмотреть новый видосик Брайана, новое его творение. И да, если вам понравится мое видео, то не забудьте поддержать его своим лайком, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Все, ребят, теперь погнали! А я давно говорил, что наш фургон рано или поздно накроется. Нам придется покупать новый. Ты знаешь, что написано в книге двигателя внутреннего сгорания для чайника? Да! Давайте попросимся тут приночевать, а уже завтра займемся машиной. Да, наверное, всем уже хочется в ванную. Привет! Так что там с этой старой развалюкой? Брайан. Вообще-то меня зовут Надежда Михайловна. Чего вам надо? У нас сломалась машина, и нам нужно где-то переночевать. Брайан, щупила, бископила, 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 бископила. Чео, это Скуби такой? Я не против, но вряд ли вы захотите здесь ночевать. В этом доме завелся призрак, и не дает мне никакого житья. У нас нет выбора, у нас сломалась машина. Ну а призрак, это не самое страшное, что может быть. А что за призрак вообще? Сейчас они разгадают это дело. И мне кажется, моего мужа зовет меня к себе. А я одна осталась из большой семьи, и помирать погоди. Боже мой, что это за Скуби? Шутканул, блин, но не все поняли. Кипятком облила его еще. А кто это с вами на фотографии? Внук, но мы с ним не виделись уже 4 года. Я даже не знаю, где он живет. Явно еще ест его фотку. Ну как обычно. Что же вы там смотрите? Почему она такое хранит у себя на ноутбуке, мне интересно. И где он раздобыл этот костюм? Фред? Да, Фредди. Поменяю же звонок. И без него жутковато. Тем более, что здесь что-то бродит. О, боже мой. Что-то напало на них? Эм... Ой, боже мой. Такой небольшой скример. Читаю книгу, как контролировать свои эмоции. Боже мой, Скоби такой ползет на четверенько. А бутерброд с сыром или колбасой? Что у него с глазами вообще? Итак, теперь мы точно знаем, что привидения существуют. Самое главное опробовать мой новый гаджет. Лабушку для привидений. Ого, круто. Откуда это у тебя? Да, я заказал со Скоби Экспресс наушники, а прислали вот это. Но перед этим кто-то должен приманить призрака. Впрочем, ничего нового. Может быть, хватит скармливать нас печеньем ради приманки? А за две пачки Скоби Снэка? Блин. Вот это реальная жиза. Там всегда так мультики. Почему бы... Вот она... Почему она этого с самого начала не сделала? Боже, я уже заговариваюсь. О, классная песенка. Вот в этом мультфильме всегда вот эти вот погони, они прям так ярко... Показываются. Ну, хоть бассейн упал, блин. Было бы жестко, если бы там не было бассейна. Лепешечки, конечно, не было бы, но все равно было бы не очень. Надоело всем, да? Так а зачем он это сделал-то? Ах, ты маленький говнюк! Больше никаких крышков с мясом! Она что, вы четыре года не видела? Хотя бы обнялась, что ли? Отлично, мы повернули, друг! Скоби-ду-би-ду-ду-ду! Я думаю, мы не решили хорошо перекусить. Давай, кто быстрее до кухни! А вы будто бы не перекусывали и не испачкали кровать. Еще один призрак, что ли? Опа! Надеюсь, что Брайан в будущем будет освещать какие-то игры или же даже мультфильмы в реальной жизни. Как, например, он уже сделал Симс в реальной жизни и Скоби-ду в реальной жизни. Прикольное видео! И прям такая ностальгия меня окутала по этому мультфильму. Я раньше очень часто его смотрела, любила. У меня даже, знаете, был такой фургончик, где они там все были нарисованы. Вот такой вот разрисованный. И, блин, если бы он у меня был сейчас, если бы я сейчас была дома, я бы вам его показала. Потому что он до сих пор валяется у меня в детских игрушках. Необычный, конечно, здесь был Скоби-ду какой-то чутка наркоманский. Ну да ладно, это Скоби-ду все-таки в реальной жизни. Как вам этот видеоролик? Пишите об этом в комментариях. Также напишите, что вы думаете об этом мультфильме. Нравится он вам или нет? Может быть, вы вообще его не видели? Хотя мне кажется, что таких людей быть не должно. Но вдруг именно вы такой человек? Пишите, если что, об этом в комментах. Также хочу сказать большое спасибо вам за просмотр. И за лайкосик, и за подписку, и за нажатие колокольчика. Если, конечно, вы это сделали. Ну а с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok